здравствуйте дорогие друзья еще одно видео по поводу некоторых вопросов связанных с сегодняшней ситуацией самоизоляции а теперь с пропусками цифровыми пропусками знаете мне еще вчера 13 апреля стали поступать вот знакомых вопрос относительно того что же делать я знакомая попыталась войти на портал госуслуги чтобы получить цифровой пропуск и выйти из дома госуслуги висели она мне прислала скриншот действительно сайт не открывался и я ее тут же успокоил сказал что слушаем у тебя же нет машины даже какие тебе еще цифровые пропуска спокойно выходи из дома то есть вопрос решился она поняла что можно выйти из дома без цифрового пропуска и вот это частая заблуждение в наши дни что многие считают что теперь когда в москве и московской области введены цифровые пропуска то теперь выйти из дома без него просто вообще невозможно даже форточку высунуться покурить что нужен цифровой пропуск но это не так потому что согласно постановлению губернатора московской области от 11 апреля и аналогичный указ мэра москвы я думаю что даже наверно в обратном порядке их надо называть сначала указ мэра москвы а потом уже он главный ориентир такой знаете нравственный и законодательный для глав других регионов я так полагаю потом уже постановление всех других губернаторов все ориентируются на москву так вот согласно указу мэра москвы от 11 апреля 2020 года номер сейчас я даже номер вам назову 43 ум вы просто можете в интернете его найти и самостоятельно прочесть да это не очень интересно юридический язык но тем не менее в основном содержание понятно так вот из этого указа следует что цифровой пропуск требуется для прежде всего передвижения на личном транспорте либо на общественном транспорте то есть автомобиль мотоцикл автобус метро пригородный поезд ну и так далее требует оформления действительно цифрового пропуска согласно вот указу мэра москвы пункту 11 2 я вам прям его зачитаю передвижение по территории города москвы без использования транспортных средств осуществляется без оформления цифрового пропуска при условии соблюдения требований ограничения установленных указом мэра москвы ну то есть мы помним старые наши требования так скажем старые которые появились буквально тоже недавно это можно выйти в магазин это можно сказать в аптеку прогуляться с домашним животным на расстоянии 100 метров можно также выбросить мусор но и есть некоторые там неотложные дела следовать на работу с работы за оказание медицинской помощи переливания крови и так далее для то есть вывод очень простой для пеших прогулок никакой цифровой пропуск не требуется никаких юар кодов в результате не введено ничего этого нет поэтому если вы планируете пешие путешествие куда-либо то цифровой пропуск можете не оформлять то же самое в московской области один в один те же самые правила кто имеет право вообще не оформлять цифровой пропуск ни при каких условиях даже если путешествует на автомобиле либо общественном транспорте это несколько категорий лиц это сотрудники государственных муниципальных органов правоохранительных органов судей адвокаты нотариусы частные охранники эти люди в связи с выполнением определенных функций в общественной жизни в государстве они могут просто предъявить если у них спросит сотрудник какой полиции куда кто вы куда вы следуете они просто могут предъявить служебное удостоверение дети до 14 лет тоже не являются лицами на которых распространяется данный порядок они могут не оформлять никаких пропусков если вы судья адвокат нотариус но не знаю сколько среди моих зрителей судей нотариус может быть даже есть кто-то допустим то те кто следует с вами в автомобиле например члены вашей семьи дети старше 14 лет они уже все-таки должны оформлять соответствующий цифровой пропуск любопытно что даже при поездке на такси вы должны оформить такой пропуск кто будет его проверять таксист представляете как интересно вот что еще здесь можно сказать относительно этого порядка по-моему я все основное самое любопытное на мой взгляд лично сказал самое главное что все это нужно для поездок они для пеших прогулок и пешего передвижения я как владелец велосипеда сам себе задал вопрос а если я хочу на велосипеде доехать до ближайшего магазина гипермаркета продуктового должен ли я получать электронный пропуск вы знаете согласно правилам дорожного движения те или иные устройства могут считаться транспортными средствами а могут нет вот по указу мэра постановлению губернатора если вы передвигаетесь на транспортном средстве то нужно оформлять цифровой пропуск я посмотрел в пдд правилах дорожного движения оказалось что велосипед это транспортное средство значит я делаю вывод для себя если я сажусь на велосипед я должен предварительно оформить цифровой пропуск что это за вообще за цифровой такой пропуск еще раз повторю qr кодов никаких нету да вот это страшное слово для всех qr коды слава богу ничего этого нету есть просто насколько я понимаю 16 значный буквенный цифровой код в котором первые четыре цифры это срок действия вашего пропуска состоящие из обозначения даты и месяца например сегодня у нас 14 например 15 0 4 это будет означать что у вас ваш пропуск действует до этой даты включительно остальные цифры обозначают идентифицируют вас и цель вашей поездки все очень просто пропуск вы можете показать на вашем цифровом устройстве гаджете либо иметь в распечатанном виде вчера пока все это только начало работать и вот первые два дня все это обкатывается 13 14 были проблемы с чисто технического характера с входом на некоторые порталы где можно было все это оформить в московской области во всяком случае я вам сказал что мне знакомая прислала даже скриншот того что сайт госуслуги не открывается я думаю что к 15 числу я надеюсь вопрос будет решен властями потому что именно с 15 числа и указ мэра москвы и постановление губернатора о цифровых пропусках становятся обязательными и грубо говоря если у вас нет соответствующего пропуска к вам могут применять санкции привлекать к административному административной ответственности поэтому я полагаю что власти просто обязаны к этому сроку свою собственную систему наладить система не самая простая но достаточно любопытная очень много сообщений о том что это нарушение прав что это вообще цифровое рабство или цифровой концлагерь но вы знаете вообще опасения определенные есть я надеюсь что эта система будет обкатана вот сейчас в обстановке коронавируса и в определенный момент надеюсь что 30 апреля она прекратит свое функционирование но конечно как опыт и как некая такая отработанная уже вещь останется на будущее на всякий случай очень надеюсь что ее отменят потому что это не совсем конечно удобно но в условиях коронавируса и так сказать эпидемии заболевание вот этого очень опасного как говорят посмотрим посмотрим опасения определенные есть но пока давайте работать с тем что есть я выдал вам некоторые разъяснения как я все сам понимаю конечно как обычно под видео будут ссылки на первозданные тексты чтобы вы сами могли с ними ознакомиться они не очень длинные и написаны хоть и юридическим но относительно понятным языком на сегодня все увидимся с вами до свидания всего доброго